Я надеюсь, что, по крайней мере, я не замёрзну сегодня. Жутковатый заяц. Плюшевый мерзавец. А так, места-то знатные. Вышел, и сразу тебе охота. Ты живёшь прям в угодьях. Ещё один гальюн. Ещё им одного мало. Вот засранцы. Четверг. 9 августа 90-го года. Интересный дом. Согласен. Пойдём дальше. Ну что, уважаемые зрители, я вернулся в автомобиль. Сейчас я быстренько постараюсь съездить, посмотреть дорогу до 4-го рабочего посёлка. В принципе, у меня ещё есть пара часов светлого времени. Так, ну вот поворот на 4-й рабочий посёлок. И он, в принципе, проезжабельный. Ну, по крайней мере, я туда могу сходить пешком, тут недалеко. Но меня терзают смутные сомнения. Смогу ли я доехать до 5-го? Давайте я сначала попробую поехать в 5-й рабочий посёлок. И если смогу, то на обратном пути уже зайду в 4-й. Я это сделал. Я нахожусь в 5-м рабочем посёлке. Я сюда доехал. Такое ощущение, что чем дальше едешь, тем лучше дорога. Вот эта знаменитая вышка. Про неё все знают, кто здесь бывал. Имеет смысл попробовать собраться туда, чтобы оглядеть окрестности. Выглядит немножко стремновато. Попробуем. К вашему. И, в общем-то, к моему сожалению, я чертовски боюсь высоты. Примерно до середины вышки я залез. Вот так это осталось вверх. Вот так где-то это выглядит всё вниз. Дальше на дне полезу. В принципе, я и так всё отсюда вижу. Сейчас вам покажу. Вот он. Пятый рабочий посёлок. Почти как на ладони. Кстати, вот сейчас оттуда приехал какой-то УАЗик. Я его пропустил, тоже слезал. Подвинул машину. На самом деле, лестница надёжная такая достаточно. А почему-то у меня уже руки замёрзли за железный металл браться. Так что порезу-ка я вниз. Вниз-то, блин, всегда страшнее. Ух, не знаю, что это была за вышка. Скорее всего, вышка связи. Но с неё я рассмотрел, в общем-то, всё, что мне нужно. Сейчас пойду в посёлок гулять. Я офигеваю, дорогая редакция. В общем, пятый рабочий посёлок тоже оказывается жилой. Ну как жилой? Блин, тут даже телевидение есть. А вышка, собственно, скорее всего, была какая-нибудь радиовышкой. Она нам перетранслировала, возможно, сюда для рабочих этого посёлка что-нибудь красивая ёлка. А, такие ёлочки-сосинки красивые. Вот эта ёлочка красивая. Блин, обалдеть, на Новый год так вынаряжать. В общем, здесь всё очень жилое. Даже если какие-то провода, остатки проводов, ну, понятно. Здесь какие-то, видимо, генераторы ставят. Блин. Дом разрушенный абсолютно какой-то один. Здесь очень хороший дом. Очень хороший дом. Даже с банькой. Давайте посмотрим. Качели для детей сделаны. Красота. Так, откуда они всё отсюда приезжают сюда? Сюда. Как они приезжают сюда, через ту дорогу, летом, куда я сейчас вот ехал? Это же пипец. На качелях покачаюсь. Качели даже не скрипят, кстати. Удивительно. Кто-то смазывает регулярно. В общем, пока что этот домик держит первенство. Среди тех домов, которые я видел, он отличный. Это просто супер-пупер коттедж по сравнению со всеми остальными. Тут непростые люди живут. У них есть лего. С детьми отдыхать приезжают. О, в Дракопте. Скорее всего, пульт от него. Интересно, девки пляшут. Понятно, дом на замке. Тут даже вот и здесь всё на замке. Грядки. Обалдеть, ухоженные грядки. Не то, что как-нибудь там. Вот, рукомойничек. Это банька, скорее всего, тоже на замке. Да, банька. Нормальная такая банька. Ну, посмотрите, какой огород. Обалдеть. Единственное, здание не на замке, это туалет. Ну, так уж водится. Вот здесь он довольно приличный. Слушай, а мне интересно, это вот реально... А, нет, тут вот прям прям уже всё подступает. Валид свободного падения. А вот в гости ходить тропинка. По этой тропинке можно в гости ходить на соседний участок. Ух ты ж, ёшки-матрёшки. Пятый рабочий посёлок, походу, самый обитаемый. Хоромы. О, груша. Они сюда точно приезжают, не с той стороны, с которой я приехал. Потому что с той стороны, с которой я приехал, приехать сюда, в принципе, очень сложно. Хоромы. Слушайте, мне здесь даже страшно находиться, как будто ты просто не в заброшенном поселке. Без света, электричества. А реально в каком-то коттеджном комплексе. Не то, что у меня на даче одноразовый мангал, блин, который год уже стоит. Люди-то вон, культурно здесь, в этих дебрях живут. Так, ну и очень показательно, конечно. Как вы понимаете, вот это вот заведение, куда дорожка прощищена. Во! Очень культурненько. Очень культурненько. Не кухры-мухры. Навесные фасады. Технологии 21 века в домостроительстве на заброшке. Понятно, что здесь все обитаемо. И здесь таким сталкером, как я, ловить, в общем-то, нечего. А вот если сходить в соседнее домостроение, тут еще и будка для собаки есть, и улья. А это что значит? Это значит, что здесь живут пасечники. Болотный мед. Это вам не кухры-мухры. Для маленькой собачки, для собачки побольше. Как этих собачек, интересно, волки еще не утащили. Я думаю, волки-то тут и летом бегают. Прямо по участку. Как культурненько все устроено. Вот это мне нравится, конечно, быт изучать. Вы уж простите, хозяева, что я так вторгся к вам. Но, блин, мне все это интересно. Поскольку этот поселок является заброшенным, то не обессудьте. Я сюда ехал, как в заброшенный поселок. Ну, понятно, толчок. Что-то у меня сегодня прям... И ух на эти толчки. Кочельки. Культурненько дорожки тоже чистили. Видимо, на Новый год приезжали. Гаражик. Отлично. Гаражик. Раньше так хлев, да, для коней, для саней. Сейчас гаражик. Ну, соседский дом. Такой-то уже замочек висит. Качельки. Качельки. Вот мне тоже нужна на удачу сделать качельки этим летом. Как же тут вообще хорошо, да? Тут лампочки. Ну, то есть, света нету, электричества в поселке нету, на лампочке. Везде в домах есть. Кабель тянется туда. Значит, там где-то стоит генератор. Ох, как же тут хорошо летом, наверное. Вон там. Интересные всякие вещи. Можно быт людей посмотреть через окошко. Видно, что стол какой-то стоит. Народ живет. Ладно. Че. Ломиться ж не будем. Мы ж не ворога пиньте. Здесь, видимо, старый домик. Заколочен. Пойдем дальше. И вот эти вот журавли колодцев. Очень здорово смотрятся. Я с вышки видел где-то вот в той стороне. Дом большой. До него дойдем на уровень. Торф строй. 1946. На Синявинских карьерах тоже были различные рабочие поселки. Тоже называется пятый рабочий поселок. Это в месте прорыва блокады Ленинграда. Сейчас, если повернуть с Мурманки, то там указатель есть. После войны там ничего не восстанавливалось. А вот здесь, видимо, и начали все это строить. Значит, торф строй, говорите. Рядом с домом, вот с этим большим кирпичным, какие-то маленькие сыраюшки, качели. Здесь банька, наверное. Что, банька? Заглянем. Это взрушенная, закрытая. Нет, открытая. Что там? Сырая или баня? Ой, фу. Ну, понятно, туда. Что-то такое. Какой-то сарай. Ничего интересного, короче. Детские качели. Тут какая-то у них своя какая-то атмосфера. В те дома даже не пойду. Уверен, что они жилые. В общем-то, ничего нового для себя я там не увижу. Дом номер 4. Там даже какая-то улица была. Возможно. Но уже не различить ничего. И место установки флага. Когда-то, видимо, советского. Так. Интересно, где у них главные подъезды. С этой стороны или с другой. Сейчас обойдем, глянем. А нет, с этой стороны ничего нету. Значит, подъезды... Подъезды с той стороны. Идем назад. А, вообще в Питере принято говорить парадный. Парадный вход. Мы ж не москвичи какие-нибудь. Что за подъезды? Парадный. Сейчас в парадную постучимся. Парадняк. Парадная. Ну, сюда там точно не постучимся, блин. Тут на замке. Значит, там кто-то живет. Вот. Парадка номер два. Здесь только на палочке. Теоретически можно зайти. И парадка номер три. Или один, если считать с этой стороны дома. Тоже на палочке. Электричества нету. Палочка не замок. Поэтому заходим. Хозяин. Я думаю, ты не обидишься на нас. На меня. Если мы зайдем и чуть-чуть посмотрим внутри. Ничего брать не будем. Все закрыто, как вы видите. Все очень плотно закрыто на замочке. Лестница убрана. Чистая. Ласточки, как обычно, проживают. Электропроводка на месте. Теоретически можно подняться даже на чердак. Замок. 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 В отсутствии внешнего замка. О! Здесь не заперто. Включим подсветочку. Зайдем раз не заперто. О! Ласточки насрали. Это отхожее место. Как раз то, что мы видели примерно в таких же домах. В третьем, да, поселке сегодня. Культурненькая, культурненькая. Сама девочка. А это, собственно говоря, старинные какие-то вещи. 2000 год, календарь. Кто-то жил в 2000 году здесь. Окна открыты. Кто-то по-черному бухал. Сахар, соль, чай. Печка. Да, печку топили. Возможно, может быть, ее и сейчас можно топить. Двоем просто меня... Поражаюсь. Боксеры жили. Да. У, леска. Всякие интересные штуки. Типа замки старые. Прочек. Вот это мне всегда интересно. Посмотреть, кто жил. Что, кто, что. Старые фотографии, возможно, кто-то здесь когда-то жил. Да, вот такие фотографии. Ретушированные. Это где-то, возможно, 30-е года. Грамота, почетная. Масловскому Анатолию. Участнику художественной самодеятельности. Назийского ДК. Назийского. Назия. Это здесь недалеко. За успешное выступление в районном смотре конкурсе художественной самодеятельности. 1974 год. Мы придем к победе коммунистического труда. Масловский Анатолий. Уж не ты или Масловский Анатолий. Улица Боровая. Дом 36. Квартира 6. Да. Там такая линейка была. Печечка. Тоже топить можно. Кто-то, в общем, здесь когда-то давно жил. Блин. Ребята. Такие вот просто ощущения. Когда захочешь, заходишь в такие дома, прикасаешься к вот этой старине, к этому что-то здесь случилось. Все уехали. Типовой договор. Какой-то город. Запорки, копейки. Ключ велосипедный. Хороший велосипедный ключ. Кстати. Ух ты, какая штука. Батарейки елочной игрушки. Что, советские елочные игрушки? Да ладно. Даже есть неразбитые. Что-то старинная брошка. Обалдеть. Это старинный китайский термос. Выходим из этого дома, из этого подъезда, по крайней мере. Дом оказался жилым. Что хочешь, то и думай. Жилой дом. Вот это она. Как-то и было заперто на палочку. Так, мы еще во второй подъезд не заходили. Сейчас посмотрим, что там. дверь оказалась достаточно крепко заперта этой палкой. Ломать ее я не хочу. А вытащить так просто что-то не получается. Как-то тут все серьезно. Ладно, поехали назад. В принципе, здесь, в пятом поселке, я уже все посмотрел. Поэтому на обратном пути еще в четвертый заеду, посмотрю. Ну все, я подошел к своей машине. Сейчас я сажусь в нее. И черт возьми, мне очень интересно, откуда приехал вот этот УАЗик, с которым я разминулся здесь. Я когда подъехал сюда, чтобы залезть на вот эту вот вышку, да, ну вы помните. Мне потом пришлось где-то с середины уже почти слезать для того, чтобы отогнать машину. Я же не думал, что здесь кто-то ездит. Я бросил ее просто посреди дороги. Вот. А оттуда дальше, уже вот со стороны пятого поселка, еще дальше оттуда ехал в УАЗик. Обычный какой-то 469 или как там, Хантер. И мне интересно просто, чем кончается эта дорога. Сейчас быстро туда проеду, развернусь и потом поеду уже по пути на четвертый, если будет еще светло. Тут я немножко посмотрел на карте и выяснил, что если поехать дальше, мимо пятого рабочего поселка, то можно приехать к Барскому озеру практически. В той дороге, которая идет мимо Барского озера. И поехал, да. Ну вот, собственно говоря, проехал я где-то может быть меньше километра и уперся в довольно такой стрёмный ручей, хоть он и замерзший, но следов какой-то такой, ну, нормальной колесной техники, кроме как грузовой, тут, в общем, нету. Вот так это выглядит. То есть я вот приехал оттуда, там вроде более-менее ничего такая дорога, и, в общем-то, следы колес, колесной техники у Азика были. А здесь вот такая жесть. То есть, ну, я, возможно, даже сюда съеду. Но переехать вот этот канал возможно у меня получится, но, скорее всего, рисковать не стоит, конечно же. В принципе, да, туда, если поехать, там где-то 15 километров, Ибарское озеро. Но фиг его знает. Вот таких вот стрёмных мест сколько еще будет. Хотя, погоди, 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 я кое-что увидел, там же уходили следы немножко в сторону, и вот здесь следы возвращаются сюда на дорогу. Вот следы обычной нормальной колесной техники. Значит, объехать это место можно. Ну что, попытаемся. Все предельно просто. Я еду до тех пор, пока вижу следы УАЗика. Там, где проехал УАЗик, я тоже должен проехать. Когда следы УАЗика окончаются, я перестаю ехать. На самом деле, возможность сэкономить по расстоянию даже. То есть, вот сейчас направляюсь в сторону Барского озера, я, можно сказать, еду в сторону дома. Еду туда, туда мне фактически нужно ехать. Просто не по Мурманской трассе, а по лесу. Какая красивая арочка из березы. Вот эти кусты придется обрубить. Так, ну все. Дальше только следы снегоходов и какой-то крупной колесной техники. И впереди меня ждет еще 15 километров. Поэтому я считаю, что нужно как-то в общем определить, где кончается экстрим и начинается полный вы поняли, что. Поэтому я сейчас все-таки сдам назад, чтобы развернуться. Проехал здесь в принципе неплохое место, чтобы можно было развернуться и поеду в обратном направлении. Да, вернусь через все эти дороги. Скорее всего уже выйду с Жихарева или куда затемно. Но по крайней мере я поеду туда, там и туда, где я уже проезжал. А значит есть неиллюзорный шанс проехать там снова. Вот здесь можно развернуться и в обратном направлении двинуться туда. Просто там я знаю, что я проеду, поскольку я уже проехал оттуда. вот здесь я не знаю, проеду ли я. Кстати, хороший повод эти 15 километров проехать в следующий раз. Возможно, даже начиная прямо с Барского озера, поскольку я знаю, что сюда со стороны пятого рабочего поселка я доехал. Зимой, конечно же. Нужно попробовать со стороны Барского озера проехать до этого места, чтобы понять, насколько эта дорога проезжабельна. Все-таки 15 километров вперед мне в темноте не хочется ехать. Извините. Я еду назад. В принципе, пару опасных мест я уже прошел. До пятого рабочего поселка еще не доехал. Но при этом, при всем, у меня есть уверенность 99%, что я в общем-то отсюда выйду сегодня. Поэтому, спасибо, что посмотрели это видео. Я сегодня побывал в третьем, в пятом, мимо четвертого проехал, но не заехал внутрь в сам поселок. Но я уверен, что он точно так же обитаем, как и пятый, как и третий. Частично обитаем. Мне было интересно. Я надеюсь, что вам тоже было интересно. Оставайтесь на канале Охотник выходного дня. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, бейте в колокол, оставайтесь на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok